Добрый день, сейчас вот я делаю небольшой ролик, вот встретил интересного отдыхающего курортника Вот, и вот мы разговаривали, вот он хочет немножко рассказать маленькие исторические факты из нашего прекрасного города Кисловодска Представьтесь, пожалуйста Фамилия моя Балаев, зовут меня Тофик Гасанович Я инженер-нефтяник, всю жизнь проработал, море нефть добывал Я 15 лет, 16 лет назад встретил здесь женщину на красном солнышке Она сидела там, она уже была в возрасте, ей было лет 87, как она мне потом сказала Вот, я к ней подсел и мы с ней разговорились Она мне рассказывала, что она, как здесь была оккупация немцев, как она бежала от этой оккупации Как она училась в Баку, в медицинском институте И я ей задал вопрос, что я слышал от своей бабушки, что известный бакинский нефтепромышленник, меценат Муртуза Мухтаров имел здесь свою дачу Она сказала, да, я знаю Раньше все, кто старые жители Кисловодска знали об этой даче Это дача Муртузы Мухтарова Это люксовский павильон, люксовский корпус пансионата «Звездный» Вот, сейчас я могу сказать о том, что я после этого стал искать историю этой дачи И нашел, не помню сейчас фамилию, но был такой историк Кисловодска Лет 20 назад, когда у него был юбилей, он давал интервью в газете По-моему, «Вестник Кавказа» И в этом интервью он сказал, когда его спрашивали, ну как вы написали историю про Кисловодск и так далее Он сказал, да, ну а что вы считаете своим вкладом в историю Кисловодска? Он говорит, я сохранил дачу Муртузы Мухтарова Как это произошло? Дача была в плачевном состоянии, ее хотели разрушить Деньги не выделялись на ремонт Уникальная дача, уникальное строение Ничуть не хуже других знаменитых строений в Кисловодске, исторических И он говорит, я обратился, мне повезло Мне сказали, что известный академик медицины в области космоса Главный медик космической медицины отдыхает на данном пансионате Тогда это назывался санаторий космонавтов, по-моему Я, говорит, нашел возможность с ним встретиться В конце концов, он выслушал меня И сказал, я сделаю все, чтобы сохранить это историческое здание Он его и сохранил Вот, сегодня это здание находится на территории пансионата Звездный Это люксовский корпус Там написано, что будет реставрирован и так далее, и тому подобное Но это не важно, в конце концов Я думаю, что те люди, которые отвечают за историческую память Кисловодска Они все-таки приложат силы, чтобы восстановить это здание Но мне хотелось бы попросить у руководства города Чтобы, так как это историческое здание построено, было другим купцом Но в 2010 году, когда Муртуза Мухтаров женился на Осетинской княжне Он построил здесь дачу У него замок был в Баку Построил во Владикавказе мечеть, где написано, что это построено Муртузой Мухтарова Хотелось бы, чтобы руководители города нашли возможность Повесить хоть какую-то табличку, где было бы сказано о том, что это здание Реконструировано, построено по личным чертежам Этого знаменитого нефтяника, о котором знает любой уважающий себя нефтяник Потому что он изобретатель штангового глубинного насоса В Америке до сих пор называется насос Мухтарова Он изобретатель буровых установок, где в Америке, в Американском нефтяном институте, в каталоге Написана установка, буровая установка Муртузы Мухтарова Но на этом здании нету ничего Хотя на других зданиях, менее значимых людях Есть, что это охраняется государством и кто это построил Хотелось бы просить, чтобы все-таки увековечивали память этого знаменитого человека В плане интернационального воспитания молодежи Так как не только армяне вкладывали деньги, грузины вкладывали деньги в Российскую империю Но и меценаты азербайджанцы, бакинцы Правильно, важный вопрос В пятом поколении Да, все правильно Вот моя просьба А еще насчет горы Добавьте Что вы слышали? Я слышал Ну расскажите Лет 20 назад, когда я отдыхал в санатории Кирова Мне один старый, очень старый врач, который лечил меня Он мне сказал Я его когда спросил, я говорю А почему у вас зимой так вот много облаков? Мне сказали, что у вас уникальный климат Даже зимой у вас солнечно почти каждый день облаков не бывает вообще Ветра не бывает в Кисловодске Он мне сказал Да, это было Но все изменилось из-за того, что стали разрабатывать гору Меловая называлась гора Ее разработали В результате с севера проникают сюда ветра Меняется климат Ну это воздействие человека на природу, экология Мы знаем, что сейчас мы все каждый день по телевизору Слушаем о том, что хотят уничтожить половину населения Земли А точнее 7 миллиардов человек Хотят оставить 1 миллиард золотой Но это враги природы Враги человечества Почему такое случилось в Кисловодске? В этом уникальном городе Второго которого на Земле нет Ну я насчет этой горы тоже узнаю Потому что я как-то с этим не знаком Я знаю, что нас сломали в районе Минвод Гора была Как она? Кинжал, по-моему, называлась Кинжал, да, из-за самолетов Да, да Там тоже разработки были Спасибо большое Да, да, спасибо большое Из-за этого то же самое И вот у нас сейчас же Разломали гору Солдатскую У нас разломали То же самое Я считаю Там, который дом на костях строят сейчас Вот Это тоже будет влиять И на Нарзан, на источники Все это влияние будет Мы же тоже дорогу делали Они тоже, представляете, в подкумок уезжают Там же тоже половина горы снизу Да, да, на подкумке тоже говорили То же самое, да Влияет на наш климат Спасибо вам большое И вообще хотелось бы сказать Понятно, что санатории нужны Но хотелось бы мэра и губернатора Обратить внимание на наши коммуникации Совершенно верно Канализацию Канализацию надо менять И вообще водные штабы Устроят новые дома Возвышают для жилья А коммуникации старые Включают отопление Вы правы, да Вот центр От ЗАГСа, Дзержинского Мы плывем, как в Венеции Совершенно верно Спасибо вам большое Точно такая же катастрофа И в Железноводске Все города Каменрот Страдают этим Поэтому хотелось бы это Понятно, что номерной фонд нужен Все, но большую часть Надо же преображать и город И в этом плане Можно жители потерпят На фоне страны Мы еще, так сказать, дети Мы дети на фоне страны Что творится в стране Со всеми этими теплотрассами С этим горем Люди зиму переживают Это морозик Это просто страшно Ну, все равно Поэтому идет Да, но все равно Мы же город маленький И строят, строят Все эти санатории Понятно Все это прекрасно Но надо же думать Обязательно Тем более сейчас собираются Дом связи сносить Да Это вообще будет Это какой будет ущерб Городу нанесен Да, там такой архитектор Там такой бетон заливался Я не знаю, как они его будут ломать Это вообще будет Во-первых Там сваи забиты Говорят, их оттуда не вытащат А это, не знаю Тут будет ломать А потом И там же рядом речка течет Березовая Что это будет Там же тоже роза ветров проходит Там тоже Если сейчас они все это нарушат Это тоже на Крыму Совершенно верно Там еще неизвестно Как на Нарзан повлияет Это же тоже Там же Нарзаны проходит Спасибо вам большое Спасибо вам Удачи вам До свидания Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok